В ночь на 7 января под сводами главной Брянской святыни собралась ни одна сотня верующих. Многие готовились к великому празднику заранее. Постили 40 дней, старались исправиться, очистить сердце от грехов и слабостей. Тем легче им было отстоять службу от начала до самого конца. Продлилась она больше двух часов. По окончании литургии Владыка Александр прочел рождественское послание патриарха Московского и всея Русси Кирилла, после чего поприветствовал паству и поблагодарил присутствующего на богослужении губернатора Николая Денина. В ответном слове глава региона отметил, что совместные праздники для светской и духовной власти региона стали доброй традицией. 2014 год, уважаемый Владыка, дорогие земляки, для всех жителей Брянской области юбилейный. В нашей Брянщине в этом году исполнится 70 лет со дня образования Брянской области. Я думаю, уважаемый Владыка, что самый лучший подарок будет всем жителям Брянской области, всем православным, как вы и сказали в своем приветствии. Это завершение реализации, если так можно выразиться, проекта строительства Успенского собора Свенского монастыря. Правящий архиерей и губернатор обменялись подарками. Затем верующим были розданы иконы праздника, а детям – сладкие рождественские презенты. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова, этот праздник семейный, мира вашим семьям, любви, тепла, уюта. Поделитесь этой радостью с теми, кто не смог прийти в храм на богослужение. Это особенно те люди, которые прикованы к больничным бойкам по болезни, по немощи. Они не могут участвовать в этих рождественских торжествах. Наберите номер тех людей, с которыми давно не общались. Скажите им несколько искренних, сердечных, теплых слов утешения.